Добрый день, уважаемые слушатели канала Сангейтс! В недавнем эфире с Майклом мы говорили про ноябрь, но мы не коснулись прогностики для каждого месяца рождения. Поэтому сейчас я хочу записать эфир и рассказать об уроках. Это только одна позиция, только один взгляд на то, что нам предстоит пройти. Но уроки это то, что мы учили в школе, то, что мы понимаем, что нужно выучить на хорошую отметочку. И если мы не выучим уроки, то нас заставит, судьба заставит пересдавать. Поэтому всегда хорошо, когда мы знаем то, что нам предстоит и как нам лучше в этом контексте поступить. Поэтому тема, еще раз общая тема ноября, это цель вижу, двигаюсь и себя верю. Есть сила духа, сила желания и сила возможностей. Так вот, для рожденных января в этом месяце вы должны действовать не спеша, успевая отследить свои мысли, инсайты и давать себе отдых. Время нестандартных идей, даже если вас посчитают белой вороной. В этом месяце вам нужно служить, но не прислуживать. Негативное значение это неумение говорить нет, найти жертву и спасать ее. Пустые тревоги, страдания, вторичная выгода из-за страданий. Для рожденных в феврале вас ждет время перемен, резких, быстрых, неожиданных. Самое время действовать быстро, ловить удачу за хвост. Удача любит смелых и готовых рисковать. Жар птица прилетает не каждый день. Следите за своим здоровьем, в то же время не доводите до критического состояния. Негативное значение это состояние рабочей лошадки или лежачего камня. Перемены ради перемен без цели. Или страх остаться без денег и уход в болезнь из-за нежелания перемен. Поэтому, когда мы не инициируем перемены сами, перемены инициируют нас. Это формула для февральских людей, рожденных в феврале, в ноябре. Поэтому тоже имейте в виду. Рожденные в марте. В этом месяце нужно держать баланс во всем, знать меру. Особенно это касается работы, потому что этот месяц уйдет вам большие финансовые возможности. И вы рискуете на этом фоне вовремя не остановиться и переработать. Негативное значение это впадать в крайности, не проживать эмоции или наоборот не уметь вовремя остановиться и дойти до истерики. Потому что не остановились, устали и ваш ресурс оказался исчерпан. А до финиша еще какое-то время. И также могут проявляться нерешительность и гневливость. Поэтому отслеживаем. Для рожденных в апреле вам предстоит испытание на консервативность. Потому что месяц обещает быть горячим и лучше вам самим определить, от чего вы кайфуете. В этом месяце иметь то, что вам нравится, желательно побольше. Если судьба не посылает вам такие подарки, то надо создавать этот праздник самими, с собой, со своими родными, со своими друзьями. Самое главное, чтобы это было без зависимости, без перебора. И у вас будет шанс классно заработать. Причем есть вероятность сорвать такой куш, выиграть, вытянуть билетик счастливый. Негативное значение это зависимости и резкие перепады энергии, отсутствие материальных желаний и попасть под власть манипулятора. Есть риск, но также сексуальная зажатость и комплексы тоже может хранить в кого-то. Рожденным в мае вам весь месяц нужно строить и выстраивать все сферы жизни. В этом месяце будут рушиться те формы, которые жили себя. Которые, тот забор, который уже подпирали, подпирали, а он настолько стар, что пора ему уже упасть с тем, чтобы перекопать землю и построить новый, красивый, современный. Вам нужно помнить, что высокие здания строились не сразу, то есть проходило время, но главное заложить фундамент, главное заложить намерение перед тем, как фундамент появится. Также важно заниматься своим позвоночником, мышцами, следить за гипертонусом. Но в негативе это подстраиваться и терпеть долго, а потом крышить все, что старательно строили. Также проявляться может жесткость в отношениях и такая косность мышления. Для рожденных в июне в этом месяце вы будете иметь двойную удачу, но и двойные испытания. С одной стороны, вам помогают звезды своими счастливыми событиями, они вам подсвечивают, а с другой стороны, вы можете переоценивать свои возможности и свою скорость, ваше время блистать и заглядя себе. Негативное значение это сомнение в себе, недоверие своей интуиции, борьба и сражение только, чтобы доказать, погоня за иллюзорными ценами. Для рожденных в июле вам самое время избавиться от давно мучивших вас страхов и сомнений в себе. В этом месяце вам нужно особенно доверять своей интуиции и побольше мечтать. Время романтики, нежности, устраивайте себе свидания, создавайте дома побольше уюта. Негативное значение это податься эмоциям, накрутить себя, утонуть в страхах, в сомнениях, обиды, чувства вины, слишком спешить, забывая про время, необходимое для реализации. Рожденным в августе, в этом месяце очень мощная энергия для реализации, но вам важно настроиться на позитив. Побольше солнца пустите в свою жизнь в прямом смысле, распахивайте окна. Знаете, вообще, что касается окон и что касается солнца, это солнце заходит, особенно хорошо заходят те окна, которые ждут солнца в прямом переносном смысле. Поэтому вот радуйтесь этому солнышку. И тогда месяц будет сулить богатство и известность. Займитесь благотворительностью на любом уровне, хотя бы покормить кого-то. Можно из родственников, из соседей, из поживых людей. Во многих больших крупных городах есть программы пища жизни. Можно туда внести посильную лепту или плату и так далее. Но из негативного это засесть в своей пещере, бояться заявить о себе, слишком занижена самооценка, отсутствие щедрости и радости. Рожденным в сентябре. Время получать результат того, что сделали в прошлом месяце. В этом месяце вам нужно пересмотреть свою систему ценностей, проверить, не все ли у вас решают деньги. Не забывайте про другие свои потребности. Больше времени проводите в семье и вводите в традиции в своей семье. Вот так собираться у очка, чипития устраивать, меняться мнениями о том, как прошел день. То есть какие-то новые интересные традиции. В негативном значении это осуждение себя, других, потеря положения в обществе, ссоры с роднёй. Для рожденных в октябре. Очень большие возможности дает вам этот месяц. Вы можете сделать буквально квантовый скачок развития, выйти на новый уровень, на новый меток в любом деле. Высокая вероятность переезда, путешествий. Не отказывайтесь от этих возможностей. Негативное значение это обессиленность, очень маленькая зона комфорта, где не хочется ничего большего. Страх выйти из привычной жизни и попробовать новое. Рожденный в ноябре. В этом месяце вам нужно играть в жизнь легко, в радости, с удовольствием. Самое время начинать всё с нуля. Поэтому очень велика вероятность обнуления. Когда увольнение или новые отношения, или что-то принципиально для вас непривычное. То, чего вы никогда не делали. Но берите с собой прошлый опыт и где-то будьте анархистом в хорошем смысле. Но из негативного это проявление инфантильности, нежелание что-то решать, переложить груз ответственности на кого-то, нежелание начинать всё сначала. Ну и наконец, рожденный в декабре для вас. Возможность обладать новыми сферами жизни, добиться высоких результатов в разных областях. Вам будет дана способность руководить людьми, вести дела, контролировать своё окружение. Появится отличная возможность сделать задуманное реальным. Вы поймёте, в какой деятельности сможете проявить свою активность и возьмёте инициативу в свои руки. В этот период нужно обратить внимание на свои способности и таланты. Вы раскроете такие свои таланты, о которых ранее не знали. Обязательно поверить в себя необходимо. Можно браться за любые дела, несмотря на трудности. Если будете осознанно готовить себя к успеху, добьётесь отличных результатов. Ну, надо сказать, что кармический месяц для людей, рождённых в мае и в сентябре. И как и любая другая энергия, энергия этого ноября, она может проживаться, как мы сегодня увидели, и в плюс, и в минус. Ну, чтобы прожить этот месяц в плюс, необходимо производить решительные действия. Можно улучшить ситуацию усилием собственной воли, признаваться себе в своих победах и непобедах. И важна физическая активность. Обязательно. Ну, а в минус это ссоры, насилие, физическое, психическое, недовольство с жизнью, препятствия. Ну, что касается негатива, которого вокруг немало, мы должны понимать, что новые параметры времени требуют от людей сделать вот этот вот лучший выбор, переключаться на более высокие частоты. И эти высокие частоты – это ощущение связи с источником. И на коллективном уровне оно подразумевает, что мы все одно. Мы все части вот этой большой идеи Бога, большой Вселенной. И имитации, когда мы заходим в них, мы это видим. А вот эта вот угроза, то, что слышится, да, уничтожение и так далее, она только подсвечивает нам и указывает на необходимость всеобщего объединения, на то, чтобы нейтрализовать все планы темноты. И в ноябре эти процессы будут запущены и начнут проникать в разные общества, в разные страны. Проникновение будет происходить на подсознательном уровне, вызывая у людей непривычные реакции на привычные вещи. Например, гнев и чувство мести начнут уступать месту чувству сострадания, принятия. А почитание лидеров сменится на, возможно, у кого-то безразличиях к их личностям, потому что на самом деле важен собственный рост. И как только вы заинтересуетесь тем, как можно иначе организовать общество, как можно иначе смотреть на свою жизнь, вам откроются большие перспективы. Это как играть в настольный футбол, а потом выйти на стадион и попасть на реальное поле. Такой некий шок, некая потеря ориентации, но для этого надо иметь знания. Знания, они приходят в нашу жизнь. И если говорить о прогностике, то из моих записей, из вебинаров, из курсов есть прекрасный инструмент мандала вашего года, который поможет предупредить, посетить соломку, раскрыть через несколько прогностических техник ваше настоящее. И вы можете посмотреть, как и с чем, на каких энергиях вы будете проживать следующий год. Посмотреть каждый месяц, посмотреть каждый день. Это очень интересно. А также на сегодня готов курс, готов к запуску. И этот курс называется, мы говорили о нем с Майклом, «Сакральный талисман года», «Сакральный», значит, «Таинственный», значит, «Только для вас». Это то, что касается персонального человека и под ситуацию, под задачу. Поэтому желаю всем приятного, осознанного и красивого ноября. До новых встреч!